и всем привет ребят с вами с Траванькой из записанного ролика сегодняшний ролик посвящен игровой тематике и сегодня у нас на обзоре одна из самых часто использованных пушек в игре можно даже сказать самая популярная пушка в свое время в игре может быть и сейчас она находится в каком-то роде самый жесткий по ее упоминанию это пушка риса это та самая пушка которая как по мне в последнее время очень и очень сильно ушла из нашего баланса и та самая пушка которую многие любили но забыли и перестали использовать в нашей игре сегодня мы попробуем потестировать разные устройства на ней и посмотрим есть ли вообще хоть одно из них на котором у меня получится дать хоть какое-то хорошее количество киллов у нас вышел видеоролик с громом в котором я высказывался о том что его нужно апать и то что он находится в плохом достаточно балансе есть моменты которые можно поменять и улучшить эту пушку потому что она реально сейчас отстает от других тоже самое мы сегодня посмотрим с рисой единственное что я хочу сказать про рису это то что у этой пушки есть уникальные устройства которые выпадают из контейнеров и вот эти вот устройства будет интересно сегодня по обозревать посмотреть у меня их целых три имеется одно скрита дает поджог другое дает заморозку и 3 отключает расходку вот как раз таки отключение расходки мы сегодня точно в боях посмотрим но это нужно понимать что это донатные устройства устройства которые выпадают с ультра контейнеров поэтому их мы рассмотрим в последнюю очередь потому что мне кажется что они хотя бы хоть как-то будут неплохо показывать себя в матчмейкинге а вот что будет у нас с обычными устройствами которые у нас продаются за кристаллы те устройства которые в свое время показывали очень и очень жесткий результат тот же скаут это вообще было в одно время супер метовая имба потом было время крупнокалиберки которая тоже очень плотно наваливала ну и последняя рельса с дестабилизации которая тоже ваншотала очень приятно и лично я но наверное это был последний обзор на рельсу когда записывал как она плотно наваливает с диктатор поэтому сегодня мы вот эти вот устройства точно рассмотрим посмотрим возможно еще устройство гиперпространственные снаряды будем ну забой наверное там два три устройства тестить смотреть и пытаться хотя бы что-то интересное с них показывать да я считаю что ни одно из вот этих вот устройств сейчас на ху не находится в балансе и единственное которое можно использовать не из донатных это гиперпространственные снаряды на тех картах где противник сильно кучкуется до последнее время если вы смотрите стримы мы играем очень часто в осаде и вот как раз таки в осаде где есть возможность давать плотные там тройные четверные пятерные рельсы насквозь там вот это вот устройство может себя очень неплохо показывать но это нужно учитывать то что это работает крайне редко да и таких боев не так много у нас в игре да и заодно будет очень интересно посмотреть сколько будет резистов у нас от рис и вообще в принципе но начнем наверное с дефолтного скаута я уже на протяжении четырех минут очень долго здесь начинаю и болтаю по режимам у меня нет сегодня никакой идеи поэтому мы пикаем контроль точек и может быть даже вторую каточку мы в тдм и за два боя постараюсь на все эти замечательные устройства посмотреть скаут перезарядка должна быть довольно неплохая как она была раньше но сейчас проблема скаута в том что он наносит очень и очень маленький урон плюс если есть у противника резисты то там вообще цифры будет прям крайне крайне мизерный условная смока будет наносить больше урон за одну тычку нежели рельса со скаутом но сейчас мы это посмотрим я по дрону отдел бустера дабы у нас урон хотя бы более-менее приятный был 1800 с одной рельсой наношу 2 риса уже на ты щеночку третье это а паладин снизу это кританул на 50 урона думаю чё за ерунда еще урона скрита да то есть по резистам от рис и что она за бою резисты как всегда до сих пор у нас присутствуют и игроки продолжают на ней и на них играть я не знаю для чего использовать резисты от этой пушки если ее мне кажется что сейчас матчмейкин гену крайне крайне редко встретишь но есть и игроки который так же как и от грома резисты у нас в игре имеет риса довольно своеобразная на то есть не каждому подходит эта пушка а кстати у нас вот внутри тоже викорей сыграет тяжело моментами даже реализовать ее саму на то есть нужно иметь попадать да все таки с нее попасть потяжелее будет нежели попадать например с того с той же смоки грома гаусса на на гауссе так вообще можно свестись и нанести очень хороший урон здесь у вас такой возможности нету ну и соответственно если у вас нет такой возможности то и если вы будете промахиваться вы не будете зарабатывать те самые нужные количество очков но здесь меня конечно вообще в печальнейшую катку закинула у нас turbo сливная к . наношу хоть какой-то урон по оппоненту но вы видите да скрита 900 900 по без резисту при том что у пацана нету защитника это крайне крайне маленькие цифры и со скаутом да но вот в любой бой какой бы да вот независимости от того что я сейчас запекался это что у нас не особо пошло давайте болен хотел сразу устройство поменять потому что иначе мне придется менять еще играть на следующем устройстве 6 минут поэтому давайте я думаю что мы сейчас даже выйдем на скауте но все сейчас печально на то есть все печально в тот момент когда он нагибал когда он показывал себя очень круто был хороший урон был хороший урон были частые критические уроны и за счет этого риса вывозила она ваншотала легкие танки если я не ошибаюсь и можно было очень и очень плотно наваливать плюс с викингом ты прожимал овердрайв овердрайв копился на тот момент не так долго и получалось давать очень хорошее количество киллов по крупнокалиберки что я могу сказать на крупнокалиберки примерная перезарядка будет такая же как на рельсе вот с этими вот замечательными эффектами и по сути она ну такая знаете как средний да то есть средняя рельса которая может нанести какой-то урон по противнику но этого урона все равно недостаточно на может быть в бою где не будет вообще резистов у меня сейчас получится что-то накидать посмотреть сколько здесь будет урон вылетать но мне почему-то все равно кажется что его будет тоже недостаточно на на скауте перезарядка хоть и быстро и этим обусловлено меньше урон то здесь перезарядка довольно таки долго и урона все равно не будет хватать если в очередной раз не ошибаюсь то он даже крупнокалиберка даже не ваншотает легкий танк на то есть хотя свое время от ох ты ж будешь 700 урона руки 700 минус 700 крупнокалиберки серьез вообще такой вот такие маленькие цифры перезарядка безумно долгая рожок нормальный но 700 урона мне кажется я на скауте столько же наносил нет я точно крупнокалиберку взял я че-то вообще не понимаю крупнокалиберка 700 урона с бустером серьезно а почему так мало урона я думал что на ней здесь хотя бы полторушка будет вылетать но окей это защитник полторушка по защитнику скрита окей хорошо викинг подашь на 1000 урона да я понял вопросов больше у меня нету просто нет но поэтому поэтому рису никто и не использует но типа даже резок нет это мне тут и сейчас немножко подвезло но это ужас это ужас это ужас это ужас я меняю ну типа тут все понятно вообще просто да то есть рельсу с прострелом брать нет смысла по штамм простреливать никого будет берем дестабилизацию смотрим на нее и после уже делаем такой небольшой обзорчик на рису которая отключает расходку но она мне кажется о тоже поприятнее цифр к 3 800 это уже что то что то есть 600 600 а мне ваша фриз заморозочка форме расшоки и понял но это уже не про лохи и цифры это уже поинтереснее выглядит когда ты 3 800 даешь так смотрим еще не успел накинуть откатиться что мне крис не заморозил 300 а то есть без крита короче урон все такой же ух 3 800 скриту но только чего получается дестабилизацию по урону хотя бы сделали нормальный открытый частые вообще в нее я даже не тестил дестабилизат 400 400 скрита по 3 800 устрем 3 800 крита это очень неплохие цифры это даже я бы сказал не то что неплохие это хорошие цифры 3 800 скрита это имеет место быть но вопрос насколько часто эти 3 800 будет вылетать 40 меня душит паладин но это без шансов это без шансов но попробуем давайте сейчас покидать может быть что-то у нас хорошая полетит по оппоненту я бы очень сильно хотел бы еще бы в этом бою одеть сразу м потому что вот как раз такими мне кажется здесь у противника иммунитетов отами нету у меня будет очень хорошая возможность дать здесь помощь с этой рисой при том что я уверен что на ней на ней очень часто вылетают криты и постоянно противник будет находиться без расходки полторы тысячи скрита и к слову еще по поводу рельсы у донатных устройств есть очень хорошее устройство с отключением расходки которые у меня есть да но я считаю что она неплохое не знаю насколько она жесткая на самом деле но она должна работать так же само как оглушение а вот оглушение очень сильно бесит прям реально бесит да то есть кажется урон ты особо большой не наносишь но за счет того что ты стопаешь и стопаешь надолго если вы играете в команде это может работать это может реально работать у меня постоянно фриз пушит короче не дает мне ничего делать фриз включает мне расходку но 3 800 с крита это хорошие цифры еще и две подряд дестабилизация кстати ну неплохая 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 не сказал бы что она максимально печально но критов я так понимаю что часто мы явно не увидим сейчас попробую прожать овердрайв посмотреть насколько много критов будет вылетать и и тогда уже по возможности мы меняем ее по времени как только там будет возможность меняем да вот например против как раз таки риса с включением а оглушением есть на мне конечно может нормально так прикошмарить а где только прожать оверх вопрос хороший не было неплохо это рису слить по что она меня будет иначе глушить да еще накручивает давайте прожму полторушка полторушка ой-ой-ой-ой хорошо что он не попал а я понял ну короче дестабилизации дестабилизации все осталось по старому с точки зрения того последнего обновления когда занерфили занерфили критический урон да вы помните сначала то что было с ним что либо вылетал очень мало либо сразу скрита и много то есть критов стало меньше и под критом урон примерно наверное такое же что и был но и обычный выстрел стал чуть побольше да то есть я особо не разбирался по что эту рису точно помню что я не тестировал она мне было не интересно потому что сама риса как как-то очень-очень быстро у нас ушла из мета появилась безумно большое количество других вооружений которые нужно было тестить и и я на нее особо внимание не обратил но сейчас могу сказать что она не такое ну такое да то есть внутри 800 хороший урон хороший хороший я согласен если по этот урон бы вылетал бы часто окей но он вылетает не так часто и из-за этого и ничего особо ты не можешь сделать но 9 килов и набил за 7 минут 9 килов но кей хорошо я был на крупнокалиберки еще да то есть как бы крупнокалиберку мы можем вычесть не все равно как бы урон как бы ты как бы стреляешь но толку то от того что ты там накидываешь как такового я лично не вижу на полторушка но залетел на полторушка долгая перезарядка и по итогу и по итогу ничего хорошего мы не имеем а вот риса который оглушает хоть и на ну не наносит урон бесит прям очень жестко 1900 хорошего выдал добавил весь прикол рельсы был в чем чем был прикол рельсы да почему рельса нагибала почему она имела свой вес и имела смысл это то что с этой рельсой раньше можно было ваншотать а со скаутом можно было ваншотать еще и быстро стрелять соответственно на том же харьке она очень и очень круто себя показывала сейчас же у тебя нет возможности постоянного ваншота противника да а раньше даже порезу ты все равно мог контролировать ситуацию и спокойно спокойно на весе мог тянуть катки мог зарабатывать большое количество кристаллов и мог зарабатывать хорошее количество опыта сейчас к сожалению такой возможности нету с этой пушкой и я считаю что она на данный период времени не находится в хорошем балансе но и единственное что я хочу еще протестировать да то есть но все устройства то что есть они вот единственного ответе за кристаллы дестабилизация мне более-менее более-менее что то что то получается с нее более-менее да то есть более-менее понимаю что урон неплохой даже вот видите периодически ваншоты по харьку который с чем у нас играет с защитником играет да то есть залетает но и здесь вот видите у меня кстати два или три крита уже подряд может что-то линия каких-то критов пошла хороших по полторушки накидал еще добавил 1900 эту солью 800 без крита 800 меня застопили давайте попробуем 400 без крита двери с и подряд без крита 3 скритом 1900 1900 маловато не хватает не хватает 1900 для ваншота а до раньше а раньше хватало для ваншота хватало на ваншот и соответственно имела больше вес так смотрим что у нас с ими снарядами я кстати мне кажется ни одной этой новой рис и так и не тестировал так и не обозревал 800 уроны как обычный урон перезарядка крупнокалиберки да да примерно крупнокалиберки перезарядка 1600 обычный выстрел по противнику по бездашки 3000 по бездашки то есть полторушка скрита подашь нам у танка полторушка если если он с если он с дроном полторушка издашка но типа да плюс full дрон хорошо окей насколько часто но довольно часто должны быть криты вот с этим устройством довольно часто должны быть криты и например в команде если у вас есть тиммейты которые также работают на сбитие но вернее не сбить я просто на учитажение противника дата вы на при разбиваете припасы то они могут очень хорошо этим воспользоваться и какой-то эпизод за решать давайте на этой рейсе уже попробуем каточку затащить до помочь тиммейтом уже смотрю что против 2 игрока с группа есть открыты более-менее мало-мальски хорошие залетают еще почаще видеть вот так вот можно вообще по идее секреты подряд идут то можно постоянно держать противника без расходки но 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 нужно понимать до что у нас на сравнение есть сейчас большое количество разных пушек которые также наносят эффект снятия расходки а то есть та же самая с мака эми я не перестаю его сравнивать все подряд с ней она очень приятная очень хорошо работает и криты у нее тоже очень и очень частый соответственно она как по мне смотрится куда интереснее куда интереснее чем это риса да ну и нужно тоже понимать что сейчас сквозные на рельсе дать намного тяжелее чем это было раньше даже если у тебя есть такая возможность за счет того что у тебя клиент html вский бывает такое что у тебя сквозную просто не считает и как выдаешь или на самом деле она просто не засчитывается 105 процентов овердай вот слова у нас например игрок играет на века с маке о хорошего сейчас расходочку улетела очень грамотно очень красиво и в нужный момент супер контролируем точку вот неплохо продать сейчас овердрайв потому что тогда у меня под конец боя будет еще один пробуем пробуем что-то чуть-чуть покидали хорошо и наша задача выиграть конечно же раз надо чтобы расходку улетела молодого бойца понял поводим прожил овердрайв у него к слову овердрайв еще один будет ну и мне бы вообще по по идее загаситься где-нибудь в углу где-нибудь загаситься покидать урон паладина уже овер пропадет хорошо что еще скрита кстати не дал что крит будет сейчас офигеть даже сейчас крита нет когда играешь на этом самом вернее играешь против рельсы которые отключают припасы либо оглушает тебя ведь и как-то вылетают очень и очень часто видите как сам возьмешь такую рельсу то особые критов не видно но опять 3 3 выстрел без крита ну такое если честно флаг очень вовремя подлагала если честно 3000 хороший выстрел в по бездашному танку еще одного внесли река слили хорошо пробуем 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 вам еще 200 единственное что меня радует знаете это то что хотя бы здесь но хотя уже взяли я хотел сказать только что от резиста от риса особо никто не берет но видите все равно даже тут взяли ребята рядом значит как бы риса что-то делает раз резиста берут но против ряда вообще в это рельсы нет никакого шанса на хороший дамаг единственное что у меня сейчас рельса которая полноценно отключает расходку за счет этого хотя как бы а так подождите если я скрита наношу выстрел может все равно не поддерживает дашку и соответственно то что они берут резист от рельсы это вообще им никак не помогает этому плану кей взяли резист молодцы расходочка у них улетать будет летать будет очень хорошо и крит я буду также сама полноценный хороший наносить 1200 урона скрита расходка сразу летают у типов ну вот как-то так единственное единственное что есть хорошая у рис и это с чем реально можно еще играть то еще как-то работает и себя показывает возможно я даже какой-нибудь отдельный обзорчик сделаю по поводу этой рельс очки мне почему-то кажется что она может быть где-то даже очень полезно 3 скилов и дал но это мало мало определенно за 15-минутную катку но все равно если сравнивать с другими устройствами вот это вот донатное устройство более-менее что-то что-то интересное показала что-то интересное показала на так если в общем и целом подводить итоги самой пушки то она находится сейчас в очень и очень слабом балансе если у вас нету таких донатных устройств которые я сейчас вам показал по типу эми снарядов до вы играете с обычными устройствами то вы можете просто забыть про эту пушку потому что скорее всего скорее всего у вас ничего абсолютно не получится сейчас есть вулкан есть мака есть продувы есть и зида есть даже тот же гаусс который хоть и не такой жесткий но он все равно даже будет лучше чем эта рельса которая сейчас у нас есть в игре пишите друзья что вы думаете по этому поводу пишите обязательно на рельсоводы пишите что вы считаете на с балансом вашей пушки происходит решение проблемы очень простой очень простой просто надо добавить урон не на делать некие там балансы в изменения в перезарядках в критических уронов на просто взять и добавить урон пушки урон добавил добавить но на 500 q и этого будет достаточно чтобы ваншотать легкие танки если ваншотаются легкие танки то любой средний снимается с дух тяжелый снимается 2 и примерный баланс пушки будет уже на таком среднем уровне данный средний сейчас ниже среднего а если ниже среднего то на ней конечно же никто не будет играть и она не будет себя показывать с лучшей стороны для фарма очков опыта и кристаллов соответственно поэтому интересно было познать ваше мнение по поводу этой пушки а вы думаете играете на ней не играете почему не играете и согласны ли вы с моим мнением ее нужно опыть поддерживать видос лайком подписывайтесь на канал но у меня на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока